12 февраля в московский отдел полиции доставлен 38-летний мужчина, подозреваемый в совершении кражи Евангелия из храма в Нижегородской области. Это случилось ранним утром 11 февраля. И вот спустя сутки по горячим следам злоумышленник был задержан при въезде в Тверь. Ориентировки на мужчину поступили из Нижегородской области. Тверские полицейские приняли информацию. Так что машину, за рулем которой находился подозреваемый, остановили два экипажа ДПС. Скажите, зачем вы эту икону взяли? Вернее, Евангелие. Я же говорю, пристей собрался. Кого? Ну, как желающих. Желающих вот этой Евангелии? Да. А вы из какого храма его взяли? На Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде когда? Ну, по пути, когда был из Казани в Москву. Это давно было-то? Ну, в прошлые... Нет, в прошлые сутки. Вы во время службы взяли Евангелие или как? Зашли? Нет, в службе не было. Я зашел внутрь, когда там были только... Ну, получается, в церковной лавочке только сидели. Вы взяли и ушли? Да. Успели кого покрестить-то? Ну, только в Твери-то ехал. Вы в Твери хотели крестить? Ну, да. Тут церковь у нас есть, я даже говорю. В Пасынково. Вы считаете, что вы уполномочены это делать? А, кто уполномочен в этом деле? То есть, если у вас есть такая реликвия на руках, то это можно? Ну, церковь – это проводник всего лишь. А церковные служители – это проводники. Ну, как бы, а кто вас останавливает этим заниматься? В одном храме-то вы взяли? В двух. В двух храмах? А во втором что взяли? Ну, тоже Евангелие. То есть, у вас два Евангелия? Да. А второй храм где располагался? Ну, сейчас скажу. Деревянный такой на выезде из Нижнего Новгорода, по-моему. Тоже Нижегородская область? Тоже Нижегородская. Тоже Нижегородская. А в Твери вы живёте? Проживаю, да. 11 февраля Нижегородская полиция возбудила по факту кражи уголовное дело. Похищенную святыню оценили в 5000 рублей. Это вот там в коробке? А, или вот здесь? Вот она. Вот это вот лежит вот здесь. Вот это, да? Ну, это не Евангелие, как бы, библия считается. О, какая. Об украденном втором экземпляре Евангелия пока в полицию не обращались. Но в машине подозреваемого обнаружена и вторая святая книга. По данным сотрудников Тверской полиции, задержанного этапируют в Нижний Новгород, где уже судьбу подозреваемого будет решать суд. Сегодня стало известно, что апелляционная инстанция Тверского областного суда рассмотрит жалобу адвоката, взятого под стражу Эмиля Байрамова, в пятницу 14 февраля. Как мы уже сообщали, защитник Байрамова в жалобе просит о замене Байрамова меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. О решении апелляционной инстанции мы сообщим в патрульной службе.